Всем огромнейший привет! Сегодня видео о косметических новинках и я хочу рассказать вам о продукции Green Pharma. У меня появились продукты по уходу за лицом, за волосами и начну я пожалуй вот с такого замечательного шампуня с женьшенем. Большая упаковка 500 миллилитров. Я давно хотела себе заказать шампунь именно с содержанием женьшеня, потому что этот компонент он очень хорошо влияет на волосяные луковицы. Классно укрепляет волосы, а сейчас такой переходный период осень-зима моим волосам это необходимо. Заявлен шампунь как укрепляющий при выпадении волос. У меня волосы не очень активно выпадают, поэтому сказать как этот шампунь работает в данном направлении я к сожалению не могу. Но девчонки он очень классно, волосы утолщает, он придает объем и такое чувство, что волос на голове как будто больше. Мне понравился такой результат. Волосы блестящие, мягкие, чистые, а что еще нужно? Этот шампунь средней густоты, он прозрачного оттенка, у него приятный аромат, пахнет какими-то травками и с добавлением ванили. Очень сладкий такой насыщенный аромат. На волосах он остается, но ни в коем случае не напрягает, он не навязчивый. Этот шампунь хорошо очищает и кожу головы, и волосы. Я промываю всегда голову на два раза и мне нравится, что дня два и три волосы в принципе выглядят чистыми и свежими. Но, как правило, на второй день я все-таки обязательно голову мою, потому что каждый день укладки, каждый день какие-то укладочные продукты. Не хочу, чтобы эти укладочные средства забивали как-то поры, поэтому волосы я мою каждый день. И вот для частого применения этот шампунь подходит как нельзя кстати. Также я заказала себе вот такую витаминную сыворотку для поврежденных волос. Давайте скажу вам сразу по объему. 250 миллилитров. И эту сыворотку можно использовать как после мытья головы, так и в принципе наносить на сухие волосы, если волосы поврежденные и нуждаются в таком активном питании. Я наношу эту сыворотку после мытья головы перед укладкой феном. И мне нравится, как эта сыворотка облегчает расчесывание волос. Она их дополнительно увлажняет, смягчает, дополнительно за ними ухаживает. У нее безумно приятный аромат. И вот в описании к этому продукту заявлен аромат камелии и свежей зелени. Пахнет действительно очень так освежающе, очень легко. Мне аромат также понравился. По эффекту хороший спрей для волос, качественный, который действительно волосы после мытья как-то успокаивает, приводит, скажем так, в тонус. Удобный дозатор-распылитель. Распыляет мелкой вуалью и плюс его еще можно фиксировать, можно закрепить, чтобы средство не вылилось. Например, если вы его берете с собой куда-то в дорогу или там в спортзал, куда угодно, его можно зафиксировать. Мне нравится оформление и результат тоже очень-очень порадовал. Хороший продукт. Использую вместе с шампунем. И я даже не заказала бальзам, потому что эти два друга и так мои волосы хорошо смягчают. С волосами это все. Теперь переходим к лицу. И очень давно хотела попробовать вот такую мицеллярную водичку. Она очень бюджетная. Я оставлю вам ссылки на все продукты в инфобоксе и также на интернет-магазин, где можно эту продукцию заказать. Мицеллярная вода в объеме 250 мл. Она подходит даже для самой чувствительной кожи и для глаз, и для губ. В ней нет ни парабенов, ни каких-то красителей, ни других плохих ингредиентов. Она натуральная. Очищает, матирует кожу, не содержит спирта, бережно удаляет макияж. Я скажу, что эта мицеллярная вода подойдет именно для такого легкого повседневного макияжа. Она неплохо справляется с тональным кремом, с румянами, с пудрой, с губной помадой. Но вот тушь, к сожалению, снимает не с первого раза. Придется с тушью повозиться. Я вообще такой любитель нанести тушь большим таким жирным слоем, чтобы ресницы действительно было видно за километр. И вот с таким макияжем глаз придется все-таки повозиться. Я обычно беру на ватный диск немножко мицеллярной воды и прикладываю глазком буквально там на 1-2 минуты. Тогда не придется как-то глаза тереть и дополнительно их травмировать, а просто снимаем ватный диск и вся тушь, как правило, там. Поэтому имейте в виду, если любите активный яркий макияж, то эта мицеллярная вода, наверное, будет слабовата. А если вы используете такой натуральный, неброский макияж, то она очень хорошо подойдет. Она действительно бережная, она действительно деликатная, она не раздражает глаза, не вызывает слезоточения, не вызывает никакого жжения. В этом плане она комфортная. У нее есть аромат. Аромат косметический, приятный. Но, как я уже сказала, для более стойкой косметики она не подойдет. Также хочу показать вам лосьон, который предназначен тоже для снятия макияжа, но я использую его немного в другом формате. Это Farma Celebrity, лосьон очищающий для лица и контура глаз. В описании есть такая пометка, что он снимает декоративную косметику, но для этого, к сожалению, он не подходит. Я приноровилась использовать его после умывания, для того, чтобы кожу протонизировать, увлажнить, снять какие-то остатки косметики, остатки мыльного налета после очищающего продукта. И в этом плане он действительно работает. Очень приятно пахнет. У него в составе есть экстракты лайма и аниса. И как раз вот этими компонентами данный продукт пахнет. Очень приятно, очень вкусненько. Этот лосьон абсолютно не жирный, абсолютно не липкий. Я это очень ценю в подобных продуктах. И этот лосьон могу посоветовать, но не для снятия декоративной косметики, а просто в качестве тоника. В этом, конечно, он показал себя превосходно. Также покажу вам два крема для лица и крем для области век. Наверное, с него и начнем. Выбрала я вот такой крем-гель для области вокруг глаз, против мешков, против отечности и темных кругов. В описании заявлено, что он повышает упругость и эластичность кожи уменьшает мешки под глазами. Вот такой приятный бутылек с дозатором. Очень удобно его использовать. И у него такая легкая текстура. Я не скажу, что это прям вот гель-гель. Это крем-гель, как по моим ощущениям. Он хорошо распределяется, быстро впитывается. Его можно использовать при желании и с утра под декоративную косметику. Подойдет идеально. Приятно пахнет и здорово увлажняет кожу под глазками. Если использовать его с утра, то способен снять небольшую отечность, привести кожу в тонус. С этим действительно справляется. Мне нравится. Это хороший повседневный уход за нежной областью век. И он приятен во всех отношениях. Он комфортен. Он также не раздражает слизистую глаза. И мне его наносить очень-очень нравится. Могу его также посоветовать. Еще я выбрала флюид при куперозе, которая называется Farma Anti Rouge. Посмотрите, как он красиво выполнен. Вообще мне оформление и упаковки у данного бренда очень импонируют. Они качественные. Они классно смотрятся на туалетном столике. И Farma Anti Rouge Fluid предназначен для того, чтобы бороться с покраснениями для чувствительной и раздраженной кожи. Подходит при куперозе. Мгновенно уменьшает покраснение, снижая чувство дискомфорта раздраженной кожи. Сейчас осенью у меня на щечках появились какие-то незначительные покраснения. Хочу с ними бороться. И вот это средство действительно помогает. Успокаивает кожу моментально. Придает ей такое чувство комфорта, такое чувство напитанности. Ну, это что-то с чем-то. Можно использовать и на ночь, можно использовать и на день. Абсолютно универсальная. Удобная помпа. Выдает именно столько продукта, сколько нужно. Буквально одно нажатие. И наносим на все лицо. Поры не забивает, не вызывает жирного блеска. Немножко, как мне кажется, даже матирует. И безумно-безумно вкусно пахнет. Вообще, отдушка у данной косметики мне очень нравится. Поэтому обратите внимание, у кого тоже на лице есть незначительные покраснения, у кого кожа очень тонкая, чувствительная, то такой продукт в уходе должен быть. Он спасает. И взяла антивозрастной крем. Он также выполнен. Называется он Фарма Абсолю. Это крем для дневного и ночного применения. Корректирует проявление признаков старения. Убирает глубокие морщины, потерю упругости кожи, тусклый цвет лица. Интенсивно питает и придает коже сияние. Конечно, каких-то возрастных изменений на моем лице нет. Но я считаю, что после 25 лет нужно все-таки делать некую профилактику. И уже потихоньку вводить антивозрастные продукты в свой уход. Что мне понравилось в этом средстве, так это то, что действительно хорошо выравнивает тон лица, хорошо увлажняет. И мне кажется, что именно с первыми возрастными изменениями этот продукт справляется. Не знаю, как он будет работать на глубоких морщинках, но вот на таких совсем мимических, небольших, работает классно. Разглаживает их и кожа, по ощущениям, более такая упругая, более эластичная. Довольна этим продуктом. Сейчас использую практически каждый день. Это все, что я хотела вам рассказать. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Обязательно оставляйте комментарии, что хотели бы попробовать. А возможно, что-то и пробовали от данного бренда. Будем с вами общаться. Не забывайте подписываться на мой канал. Буду рада видеть вас в числе своих подписчиков, в числе своих единомышленников. А мы увидимся совсем скоро. Благодарю вас за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok